здравствуйте да у нас с вами очередная встреча на тему программирования языке питона для начинающих вот и сегодня мы наконец-то беремся до понятия программирования как таковое надо сказать что возможно это была самая главная моя недоработка самого начала мы с вами все время программированию именно как таковому уделяли довольно мало времени это связано со спецификой самого курса для геологического факультета который я делаю то есть там все-таки требуется в том числе и знание языка и притом неплохое но возможно в этом я как раз был неправ потому что выучить какие-то конструкции языка не проблема в этом а вот научиться как сказать думать на них это проблема или по крайней мере задачи которые следует решать что я хотел бы сразу нисходя с места нисходя с места посмотреть а потом и наверное мы с вами поговорим нисходя с места я бы хотел просто посмотреть на некоторые примитивы программирования как с которым мы с вами встречались недавно и которые как показал практика могут оказаться слегка более сложными обстоятельствами чем те которым манипулируем ежедневно ну скажем так с циклами особых проблем нету с проверками условий внутри циклов тоже особых проблем нету а вот с сложными циклами несмотря на то что у нас были домашние задания на эту тему проблем возможно значит в чем ну то есть сами проблемы они в общем не 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 велики но в чем могут быть затруднения затруднения сложными циклами я вижу примерно два первое это в случае если циклы если не форм в котором как мы знаем вся каноническая схема уложена в одну конструкцию а в случае если это вайл отступление от канонической схемы у нас уже были примеры почему это не хорошо но и даже был пример почему это не хорошо именно во вложенных циклах но именно во вложенных циклах вы с этим будем сталкиваться вот с последствия такой ошибки наиболее наиболее часто потому что например отсутствие инициализации означает что у вас внутренний цикл работает только один раз а дальше он ведет себя как если бы он уже кончился вот еще надо понимать что вложенные циклы ну давайте мы какой-нибудь из них напишем ну давайте даже не так мы же с вами умеем теперь работать со списками и со строками да вот давайте что-нибудь такое и сделаем вот надо понимать что вложенные циклы это операция которая цикл это операция которая выполняется сколько-то раз да там столько сколько у нас элементов а вложенные циклы это операция которая выполняется произведение раз то есть вот у нас тут три элемента значит внешний цикл будет крутиться три раза а допустим здесь у нас и ну допустим список четыре элемента внутренний цикл будет крутиться четыре раза из чего следует что вот эта операция фэн-шую будет крутиться ты же четыре двенадцать раз у нас будет вывод из двенадцати элементов аванс допустим вот раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять один из двенадцать вот их двенадцать вас причем обратите внимание на то что для каждого внешнего мы внутренний цикл крутили по четыре раза да то есть с моей точки зрения как человек который такими вещами занимается уже довольно давно это совершенно естественный порядок вещей но надо просто помнить как именно себя ведут вложенные циклы когда их вкладывать да что у нас несмотря на то что этот написан первым на самом деле мы в него заходим один раз но первым от начала до конца выполняется разумеется вот этот потом мы из него выходим снова вот этот и так дальше во всех случаях когда вы сомневаетесь в алгоритме имеет смысл поработать питоном и выполнять с из прямо вот дословно то что тут написано и вот это очень часто помогает вот мы с вами имеем дело с достаточно высокого уровнями языком программирования поэтому совсем дословное выполнение этих инструкций приведет к некоторым внутренним операциям которые не вы не выполнены вот здесь например что такое for переменные in последовательность это значит что каждый раз когда мы возвращаемся вот на эту строчку нам придется проделать внутри головы следующую операцию перещелкнуть грубо говоря указатель или область внимания с нулевого элемента на первый и назвать этот первый элемент именем n да на следующем цикле перещелкнуть область внимание с 1 на 2 назвать 2 именем n то есть какие-то действия в таких в искорных языках как питом в частности какие-то действия приходится выполнять в уме при таком проговаривание но делать это надо про значит опасность циклов несоблюдения несоблюдения в цикле канонической схемы мы уже говорили я наверное для тех кто забыл про это просто посмотрите вот соответствующие лекции про циклы должно быть а я пока перейду к следующей как выяснилось проблеме этой функции несмотря на то что функции у нас были уже две недели назад и мы в общем даже решали домашние задания по ним выяснилось что в силу того что это слегка не похоже на современно наш с вами обыденный способ существования абстракция не всегда у людей хорошо она укладывается в голове и так функция что такое функция функция помните да вот с точки зрения питона мне кажется это как раз самый простой способ выяснить что такое функция это именованный алгоритм мы говорим слушать вот существует последность действий которые надо делать над такими-то объектами сейчас я ее опишу назову отдельным именем и как всякий раз когда следующий раз мы будем эту последователь выполнять я буду просто по имени говорить вот вызвали вон ту последовательность то есть последность называется фун она работает от двух объектов которые будут называться у нас а и b и вот алгоритм будет заключаться в том что ну не знаю-то c равняется а умножить на 2 плюс 1 никуда нам от этого не плюс b никуда нам от этого не деться не важно последовательность действий которых может быть много в которых может быть цикл в которых может быть что угодно и этой последовательности действия мы выдали имя теперь у нас есть в пространстве имен имя fun которая на самом деле является вот тем самым именованным алгоритмом что будет делать этот именованный алгоритм он будет что-то вычислять выполнять какие-то операторы а потом еще выдаст так называемые возвращаемые значения то есть мы можем использовать наш алгоритм по имени fun в роли такой функции собственно почему он так называется функция которая что-то там прожудет что мы ей расскажем а потом выдаст возвращаемые значения то есть у функции собственно две нагрузки первое выполнить алгоритм второе нам рассказать результат выполнение алгоритмов функции выполнен происходит тогда когда мы ее вызываем скажем вот так вот эти имена называются формальными параметрами функции почему потому что фактическими параметрами может быть какие угодно выражение они вычислятся передаются функцию а здесь внутри функции они будут всегда называться а и бы например вот что при этом происходит при этом мы говорим что функцию fun надо вызвать с двумя параметрами но эти параметры сначала надо высчитать вычисляется вот это выражение это будет 3 вычисляется вот это выражение это будет 12 когда мы сейчас вызовем функцию fun а будет равняться 3 б будет равняться 12 и дальше мы выполним вот этот оператор дальше мы выполним вот этот оператор на этом мы собственно завершим выполнение первой идея функции состоит в том что она выполняет какие-то действия внутри того алгоритма который туда положили над теми данными которые мы ей предоставили она у себя внутри назвала 2 второй смысл функции стоит в ее возвращаемом значении функция отчитывается о результатах работы и мы можем эти результаты работы как-то использовать дальше в например запихать их переменную или вообще использовать их в каком-нибудь арифметическом выражении да пожалуйста функция как вы понимаете на самом деле функции этих в питоне встроенных уже очень много вот они не много не мало и большая часть большая часть из того что вы видите это таки да функции вот ну вот это вот исключение на самом деле на которых мы даже не успеем поговорить в этом семестре вот об этом все большей части все функции некоторые из них вы даже узнаете всякие функции бин который показывает нам строку двоичных чисел если кто не помнит очень удобная штука в питоне там очень удобно двоичное число вот ну и так дальше много кроме того мы знаем что например функции лежат математической библиотеки это тоже такие же точно функции как те что мы написали с одной лишь разницы может быть некоторые из них написано не на питоне а на си для быстроты но это никак для нас с вами не влияет на то как эти функции можно использовать эти кстати тоже многие написаны на си для быстроты вот функции можно использовать просто как значение да мы вполне можем написать что-то типа ну я не знаю там вот вот эту вот всю фигню да ну скажем в третьей степени да то есть вот сюда проезжает результат вычисления функции 38 ты надумать а сюда потом мы вы за потом мы вызываем функцию пол с параметрами 38 3 то лишь возводим в третьей степени получаем вот такую штуку точно так же функции можно вызывать друг из друга почему нет почему бы нам не переписать не цель функцию которую вызывает пов сам из себя да я забыл как называется это удивительная функция которая возвращает а в степени а но как видите никто не мешает изнутри функции пупов вызвать функцию пав изнутри которой тоже может быть вызвать короче говоря функции вызывающие друг друга образуют такую стопку вызовов друг друга вот можно попробовать наверное на пойдем тьюторе сейчас посмотреть давайте посмотрим ну для начала давайте полюбопытствуем чему будет равняться пупов от двух я думаю что четырех а вот от трех уже довольно много от пяти ну короче говоря растет она очень быстро как видите чудесным образом образует треугольник но я думаю что где-нибудь на восьми или на девяти этот треугольник да разломается вот а пока что видите был треугольник да я обещал показать на python тьюторе давайте посмотрим на python тьюторе вот эту вот весь стек 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 стопку вызовов до и здесь для определенности прямо три функции определен дев фунт 1 вот а ну не знаю там умножить на фунт 2 а а фунт 1 от b фунт 1 от b так ну и какой-нибудь фунт 3 где фунт 3 вот а b c и там ретерн фунт 2 от а запятая b до минус фунт 2 от bs btc бред полный чё-то 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 всё делает я совершенно не в курсе но в данном случае нам не важно мы хотим посмотреть как они друг другу вызывают да фунт 3 1 2 3 поехали как полагается python тьютору он нам сначала определит все наши функции вот у нас все три определил да у нас пространство имен есть теперь три функции вот а сейчас произойдет вызов вот ради вызова то мы все это и писали значит вот мы входим функцию фунт 3 вот нам нужно подготовить возвращаемое значение для какой цели мы сейчас войдем функцию фунт 2 я думаю что первым будет вычисляться вот это выражение фунт 2 от а б а у нас равно единице б у нас равно 2 вот вот мы полезли вычислять фунт 2 от 1 2 обратите внимание на то что как уже было сказано несколько раз при работе по разговоре про функции пространственного внутри каждый каждого вызова функции свои не только в каждый фунт с каждого вызова если это несколько вызов фунт 1 допустим то в каждом из них будет разные пространство имена вот и поэтому там имена могут быть какие угодно здесь вот чудесным образом а и б называются фунт 3 фунт 2 одинаково но это совершенно не обязательно вот ну как мы уже с вами видели для того чтобы вычитать нужно еще войти в фунт 1 и вот значит да вот сейчас произойдет подсчет возвращаемого значения и это возвращаемое значение вернется вот сюда вместо вот этого выражения но нам еще нужно будет вызвать фунт 1 еще раз сейчас мы это увидим вызываем фунт 1 еще раз возвращаем значение внутрь из из фунт 2 внутрь фунт 3 существенно это уберут красненькое внутрь фунт 3 ага тут уже возвращаемое значение подсчитано ну и осталось только нам вот вот где-то здесь я да какую-то кнопочку лишнюю нажал под сократил это делал потому что на самом деле видимо когда кнопочки нажимал красный видимо отладчик еще какой-то вот мы вызвали еще раз фунт 1 вот мы вот но тем не менее идея понятна значит идея состоит в том что функции могут вызывать друг друга абсолютно спокойно они совершенно не должны задуматься над тем чьи пространство умен они при этом трогают потому что по умолчанию все элементы внутри функции локальные а только если мы не найдем локальный будем искать их глобальном но опять-таки в глобальном а не в той функции которая нас вызвала есть исключение но это мы проникнуть не будем вот и по и мы на них с ними не столкнемся на самом деле и важно что каждый вызов функции из себя функции из другой функции порождает новый контекст внутри него новое пространство и он и вот эти имена они как бы друг другом не смешиваются вызов функции из функции вот я хотел бы еще рассказать про то что функции могут быть что функции самые обычные объекты могут быть параметрами но к сожалению пока не время возможно мы про эту тему еще вспомним а в другой раз на другом при другом разговоре вот и последний тем который тоже стоил посмотреть она как раз более менее свежая эта работа с индексами в списках но в чем напоминал к напоминал к исключительно в том что любые последовательности нет не любые но многие последовательности в питоне индексируем и мы знаем уже три вида это списки четыре на самом деле списки кортежи и строки а на самом деле еще range тоже индексируем и до рэндж интересная штука это последовательность который не хранится в памяти но при этом вычисляется потому что она рифмитическая прогрессия ну и н элемент арифмитической прогрессии вычислить очень просто поэтому range тоже у нас индексируем вот операция индексируемая индексирование квадратные скобки она везде одинаковая вот единственное что хочется вспомнить про работу с индексами это то что мы можем пройтись по массиву как по самому по списку как по самим элементам этого списка так и по индексам с тем чтобы обработать потом по индекс на эти самые элементы вот первый способ быстрее второй способ хорош тем что он позволяет нам знать номер элемент с которым мы работаем вот и это иногда бывает полезно первым домашним заданием соответствующим это было полезно да то есть мы можем написать форм ну давайте сначала какой-нибудь списочек для для красоты тюпы только он как времени для красоты для разнообразия только он какой-то как раз некрасивый сейчас его сделаю по-человечески вот да и мы можем написать так вот да а можем написать так что здесь написано здесь сначала вычисляется длина нашего списка с кстати с маленькая вот затем делается арифметическая прогрессия от 0 до длины минус 1 напоминаю что индексация в питоне всегда начинается с нуля и заканчивается ну понятно если у нас 7 элементов списке да то есть 0 по 6 включительно 7 не включительно поэтому раньше вот именно такой ну и дальше можно написать что-то типа того же принт на этот раз с и ты да вот как видите раньше нету разница может состоять в том что если выполнять снизу миллиард таких операций вот барс тут восхищается что range у нас индексируемая последовательность да я сам на это наткнулся буквально на прошли на позапрошли на наши с вами лекции как раз вот здесь когда рассказывал про range действительно это довольно интересная штука вот у range поскольку он арифметической прогрессии действительно можно найти произвольный элемент но давайте это еще раз покажу потому что это правда правда весело до 20 скажем до 100 с шагом 3 с шагом 3 вот у сам этот объект вычислимый то есть в памяти хранятся только три числа но отлично из него можно взять скажем четвертый элемент то можете посчитать что действительно 20 плюс 12 равно 32 32 это четвертый элемент от арифметической прогрессии вот и вторая операция операции секционирования да мы можем взять секцию от нашего элемента там от 2 до 7 например вот кстати сказать range тоже тоже поддерживает операцию секционирования волшебным образом вот причем обратите внимание что возвращается range никаких проблем с этим нету пересчитывается арифметическая прогрессия начинается с числа 26 кончается 41 с шагом 3 почему бы нет а вот и наконец самое главное в нашем эти нашей теме что списки это не просто хранимые последовательности но еще и модифицируемые и мы всегда можем в список если это список конечно всегда можем списки поменять какой-нибудь заменить какой-нибудь элемент и вот на другой или даже несколько элементов на несколько других вот в нашем случае главный самый главный интерес стали представляет то что мы в списке можем подменить один элемент другие вот это пока такие самые азы самые простые идеи на которых растут более сложные идеи о том что в списке можно ну не знаю заменить целую подпоследовательность на другую что в списке можно там удалять элементы и так дальше да это уже не так важно вот теперь значит немножко настало время поговорить про немножко бла-бла как сказать методика построения алгоритма вот тут к сожалению я не обладаю свойством делать какую-то очень четкое вправление мозгов я всего лишь расскажу как в моем представлении эта методика должна у вас эволюционировать вот но гарантия что вот это все заработает не дал первое главное ни в коем случае не надо начинать составлять алгоритм не имея этого алгоритма в законченном виде в голове тут меня по ходу спрашивают почему там в примере был сначала фунт 3 потому что так вышло вот bars восхищается какими-то аналогами рейнджа ну в общем аналогов рейнджа нету есть в других лекциях которые у нас для в мкшников был разговор про итераторы тоже вычислимой последовательности но они конечно для того чтобы с ним к ним прилепить операцию индексирования нужно постараться да можно но это отдельная тема вот но и не для наших с разговоров потому что вот так вот еще раз методика написание программы из того что вам кажется алгоритмом первое и главное вы должны представлять от начала до конца в чем ваш алгоритм состоит вот до тех пор пока вы не умеете думать там скажем на питоне и или не умеете не обладаете способностью я не обладаю такой способностью от начала до конца однозначно воспроизводить алгоритм в голове на произвольном языке алгоритм следует записать на этом самом произвольном языке желательно наиболее вашим вам знакомым например на русском под словом записать я говорю зафиксировать таким образом чтобы вы могли без ошибочно про нему несколько раз пройтись и чтобы всякий раз когда по нему проходить вы говорили или читали или смотрели или думали одни и те же слова это вполне может быть в памяти но гораздо проще сделать это на бумаге вообще программирование на бумажке очень полезный навык удобный во многих случаях особенно для начинающих очень жалко что он запущен потому что ну скорости очень раз но когда ваша задача состоит в том чтобы закодировать сложный алгоритм начинайте с программированные бумажки всегда до тех пор пока для вас эти самые это самое программирование не станет привычным способом мышления вот вы должны убедиться что вы четко сформулировали ваш алгоритм и что он достаточно детализован на том языке на котором вы собираетесь как бы на котором вы думаете не беда если он будет не детализован на следующих шагах вы поймете что вот в это место вы по-русски вписали слишком общую требование например решить задачу . помните этот самый мемчик начать дальше неизвестно дальше профит алгоритм решить задачу пункт 2 вывести ответ как только вы начнете перевод вот вашего алгоритма на питон вы сразу поймете что в этом месте требуется детализация и если у вас не рождается такая детализация на питоне значит ее следует сделать на о том языке на котором вы записываете алгоритм вот понятное дело что по-хорошему эту детализацию нужно сделать сразу то есть алгоритмы типа решить задачу вывести ответ в общем мало вам помогут в жизни поэтому вот да то есть если вы знаете как вы бы решили задачу пальцами вот это и записывать следующий этап это этап моделирования на самом деле моделирование затрагивает не только представление данных но и адекватное понимание того как ваши глаголы в вашем алгоритме записан на русском языке превратятся в действия питана но главное на этапе моделирования это придумать с какими же собственно данными вы будете работать в нашем с вами случае как правило не возникает такой проблемы потому что учебные задачи в них тип данных как правило задан заранее ввести там сто пятьсот миллионов целых чисел это означает что у вас будет сто пятьсот списка и ста пятьсот миллионов чисел или не список или вы будете их вводить по одному по одному же обрабатывать и вот в этом кстати возникает вопрос который тоже стоит решить вообще прежде чем начать что-то программировать а как вы будете вводить те данные которые вам требуется вводить в вашем алгоритме то есть мало того что вы должны придумать как их представлять вы еще должны придумать как их вводить допустим написано вводить построчно значит у вас в голове есть построчно строк много значит есть какой-то цикл цикл вводит по одной строке вводит этот строк проверяет да потом все это хранится в строке вот примерно так следует рассуждать когда вы имеете задачу в которой есть там какой-то ввод не выраженный дальше вы берете записанный вами алгоритм на русском языке и переводите ее на его на питон один в один если перевод один в один невозможен то это означает у вас либо серьезные пробелы в знании самого питона да и надо подкачать вот тут область вот относительно которой у вас не получается это один в один перед перевести либо что скорее всего вы не четко сформулировали алгоритм вот на этом этапе на этапе перевода из с русского на питонский как раз все нечеткости все нечеткости выявляются тут чем и хвастается что он будет сначала формулировать на лист и а потом на питоне так тоже можно но у вас получится абсолютно не читаемая программа на питоне то есть совсем вот но это реально возможно в питоне вся поддержка функционального программирования имеется по крайней мере там базовую листку так точно на что следует обращать внимание при вот этом переводе с русского на питонский следует обращать внимание на главное главное в вашем алгоритме который вы записали на русском нету лишних слов вот все что вы написали на русском должно быть переведено в питон тем или иным способом то есть вы можете принять решение о том что это слово лишнее и на самом деле там два слова означают одно действие вот но если вы понимаете что слово из формулировки выбросить нельзя скорее всего его из программы выбросить нельзя тоже то есть нельзя пропускать такие слова смысл которых вам не очень понятен или реализация которых вам непонятно и пытаться делать без них все слова в вашем алгоритме важны все надо переводить на питон иногда это сворачивается иногда нет первое главное какую дополнительную информацию в своих рассуждениях когда вы описываете алгоритм на русском языке вы используете ну допустим при нахождении максимум да вот помните у нас был пример как найти максимум при нахождении максимум и запоминаем гипотезу о том где лежит этот максимум вот запоминаем да делаем гипотезу о том где лежит максимум и запоминаем текущее положение это и есть те самые дополнительные информации промежуточные данные которые не нужны для ответа но нужны для решения всякая такая дополнительная информация это дополнительные переменные в вашем алгоритме ну понятно как бы порядок действий это то как вы запишите операторы в программе в каких случаях вы выполняете одно действие а в каких случаях вы это действие над теми же данными в тот же момент времени не выполняете это явный признак того что здесь будет условный оператор то есть для положительных чисел сделать то-то что это значит это значит должен возникнуть вопрос а для отрицательных а для отрицательных не сделать а что это значит а это значит что вы проверяете число положительно отрицательное или нет и в случае если оно положительное делаете вот совершенно справедливо барс программирование это в первую очередь перевод с одного языка на другой вот но перевод перевод формализующий собственно вся та весь тот разговор который сейчас идет это разговор о формализации того что вы думаете на чем-нибудь например на питоне вот та же самая фигня если вы говорите что нужно там по всем символам строки сделать что-то вот слово всем не говоря уже о том что нужно делать что-то до тех пор пока слова всем до тех пор пока каждый любой вот и так далее должны навести вас на мысль что в этом месте в алгоритме должен быть цикл потому что все это означает что кто-то должен по каждому элементу пройтись и значит вот убедиться что там все элементы если в вашем алгоритме есть четко формулируемые под задачи какие-нибудь ну не знаю там тот же найти максимум или посчитать среднее арифметическое или и вычислить квадратное уравнение в одном месте в другом месте в пятом месте 10 каждая четко сформулированная подзадача для которой мы можем описать какой у нее вход то есть какие у нее входные данные и какой мы от нее ожидаем выход это потенциальная функция написанная на питоне использование функции вам сильно облегчит жизнь потому что чем короче формулировка алгоритмы тем проще его понять да а сократить формулировку алгоритмы скажем на питоне можем только одним способом объединив группу данных группу операций которые постоянно повторяются в одну и назвав ее функции это был этап формализации я тут сказал что надо переводить на питон извините соврал конечно сначала надо формализовать задачу а потом уже переводить этап номер два был этап формализации подготовки к переводе на питон видите последовательность какие данные какая дополнительная информация какие условия все когда вы выясняете все вот это уже достаточно легко понимая где у вас дополнительные переменные где у вас какой вас последствия работы где у вас условно операторы где циклы и где где функции оформить все это дело уже в переведенный на питон в переведенном на питон вариант вот тут надо обязательно следовать правилу что лишних слов формулировки не бывает вот то есть таких которые если вы не можете это слово выкинуть из русского языка скорее всего из питона выкинуть это место тоже нельзя вот вот это пример к того что слово каждый на самом деле провоцирует цикл вот и вообще всякий раз когда вы говорите я там нахожу не захожу максимум всякий раз задавайте вопрос что такое нахожу максимум пожалуйста вот по пальцам руками на там конкретном входном примере покажи как ты находишь макс и выясняется что найти максимум от не самая простая задача нужно циклически пройти по всем элементам сравнить и так дальше и так дальше то есть на этапе как раз перевода на питон внезапно может выясниться что то что вы считали атомарной задачей решающиеся одним пинком на самый ширеется несколькими пинками вот да то есть любое действие которое вы прописали на русском языке при переводе на питон должно быть вам понятно вот ну и подзадачи в виде функций да я уже говорил зачем значит чтобы сама конкретная формулировка алгоритма мало как можно компактнее там 5 7 элементов это идеал все остальное нужно вытащить функции каждый из которых будет оставить составы составить тоже из 5 7 элементов мы там ну давайте мы разберем какой простой алгоритм например поиск номера наименьшего элемента в строке в списке обратите внимание это не поиск наименьшего значения а поиск того индекса где-то наименьшее значение стоит давайте напишем для этого функцию у меня тут спрашивают годятся ли блок схемы у блок там есть один главный недостаток это еще один уровень абстракции который вы сначала изготавливаете рассказывает алгоритм а потом выбрасываете то есть с одной стороны формализация вполне допустимы просто на русском языке вот и блок схемы здесь только ну как бы показывает течение работы а с другой стороны вам все равно придется переводить на совершенно формальный язык программирования и бог схему выбросить еще один недостаток блок схемы это то что сколь угодно время сколь-либо сложный алгоритм в виде блок схемы превращается в полную кашу вот тем не менее блок схему используется например в при визуальном программировании таких языках как дракон и вот можете туда сходить полюбопытствовать и людям которым как раз тяжело воспринимать именно экзекьюшн пас то есть вот как как идет процесс вычисления да вот как идет цикл как тут словно оператор что где обходится наверное для них блок схемы будут полезны но это промежуточный инструмент который при программировании как правило оказывается не нужно на мой взгляд и так функция который ищет номер наименьшего элемента в списке давайте ее определим div и ну и мин дев и мин список вот еще раз она должна возвратить наименьший элемент списке номер наименьший момент списке номер номер это номер наименьшего элемента в списке обратите внимание на вот такую штуку вы в этой штуке можете узнать строку питоновскую обычную но обратите внимание что они никуда не присвоены это документация к нашей функции я сейчас покажу как тем можно будет пользоваться вам понравится значит ну что алгоритм давайте придумаем алгоритм алгоритм чрезвычайно простой мы берем нулевой элемент нашем списке и делаем гипотезу что он и есть наименьший запоминаем соответственно его индекс 0 потом перебираем все остальные индексы элемент и списка и проверяем наш наши наш запомненный индекс соответствует наименьшему элементу или же есть индекс есть позиция по которой лежит еще меньше элемент если такова и есть значит мы запоминаем ее давайте так и сделаем начнем начнем с нулевого элемента дальше для всех остальных позиций проверим не не меньше и если да запомним эту позицию запомним эту позицию ну собственно и вернем обратите внимание на то слово для всех при переводе на питон это будет означать что цикл обратите внимание на слов проверим при переводе на питон это будет означать что особенно в сочетании если да и если нет условный оператор переводим это на питон начнем с нулевого элемента и она значит анализируем наш наш алгоритм на русском обращаем внимание на дополнительную информацию не меньше ли чего вот тут мы должны что-то запомнить да не просто с нулевого а это будет какой-то текущий какого-то него не меньше него элемент в этой позиции ну хорошо значит нам нужно нужно дополнительная информация мы будем где мы будем хранить этот самый позицию наименьшего элемента в которой поначалу будет лежать 0 то есть типа m равняется нулю что такое 0 эта позиция элемента в которой под предположение лежит минимум для всех остальных позиции ford и in range от len от l вот единственное что тут написано остальных помните правило никаких лишних слов почему остальных то потому что нулевая позиция нам не нужна ну значит range будет не от нуля от единиц что проверим не меньше ли если у него этот элемент в этой позиции if l l и t меньше чем l m на l и если да запомним эту позицию m равняется и и вернем вот вам пример перевода с русского на бетон обратите внимание что мы воспользуясь некоторыми моими советами узрели в слове остальных цикл узрели в слой проверим if особенно вот в сочетании с если да если нет вот и собственно вот он вот это проверим а вот это if да и обнаружили дополнительную использованную информацию а именно хранимую позицию в списке хорошо давайте проверим что это работает как она там называется то имен имен пель скажем l а чем l отсутствует хорошо давайте напишем l и мин пель сейчас будет нулевой я знаю а если мы здесь поскать напишем вот так вот то будет не нулевой ну вот все работает до 1 0 1 2 3 элемент нашего списка является минимальным вот перевод с русского на питонский обратите внимание на то что вот эти вот штуки с решеточками это комментарии и для начинающих программистов много комментариев это хорошо нет причем никак принт только вывод никуда не пишет return это место в это такое отдельное место в котором сохраняется некоторые значения используемые как результат работы функции вот когда мы говорим что-нибудь типа пов от 3 за 5 4 вот это 81 это есть то что было сделано ритер внутри функции пов когда мы говорим и return м то мы как мы можем сказать что-то типа н равняется и мин от l и вот в н попадет то что у нас написано вот здесь притер так что ждем совсем не как print print к этому отношения не имеет никакого print это сформировать и вывести на стандартный вот не вывод некоторую текст кстати функция print тоже возвращает значение новым никакое теперь мы сделаем одну один такой бессмысленную модификацию эту бессмысленную модификацию мы сделаем в расчете на будущее я долго думал с чего начинать начинается алгоритма сортировки или наоборот начинать вот этой бессмысленной модификации давайте мы начнем с нее вы мне поверите на слово что она нам пригодится но потом она нам пригодится модификация этой функции будет следующее мы а кстати я забыл сказать зачем мне вот это вот смотрите 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 восхищаетесь сейчас вот это видите да все что вы написали в строке которая встретилась внутри определения функции любая строка никуда не присвоенная становится ее строкой документации ее можно посмотреть с помощью функции help так что битон отчасти еще и самодокументируемый язык вы просто пишете вот сюда все что вы хотите рассказать про вашу функцию и любой программист который ею пользуется может сказать help и и вот модифицируем нашу функцию таким образом чтобы она искала номер наименьшего элемента в списке но пропускала первые к элементов то есть если к равно нулю она будет искать наименьшее во всем списке а если ска скажем равен doom то начиная только с 01 со второго вот вы должны поверить на основе что эта функция нам пригодится давайте мы наскоро сформируем алгоритм вот значит на самом деле для то чтобы сформировать алгоритм не нужно практически ничего что нужно изменить в исходном алгоритме вот еще один человек говорит о переводе с человеческого на машинный главное свойство программиста это не только перевод но формализация вот любой машинный язык формально ну или скажем так традиционный любой человеческий язык неформально труд программиста это труд формализации в первую очередь вот а так вообще-то до перевод смотрите модифицировать этот алгоритм практически не придется потому что на самом деле обратите внимание вот на вот это и вот это мы знаем что надо переправить надо здесь писать начнем с к этого элемента здесь написать к и все давайте посмотрим итак мы будем рассматривать а ну и вот здесь вот надо написать к плюс 1 я соврал вот мы с вами возьмем к ты элемент будем считать что предыдущие с 0 до к минус 1 элемента нас не интересуют так такова требование заказчика этой функции начиная с к этого наименьше начиная с к этого вот мы предположим что катый элемент минимальный начнем со следующего и пока наш список не кончится будем проверять нет ли среди них меньше чем изначально катый элемент мне кажется эта функция работает давайте это проверим теперь мы значит скажем что нулевой начиная с нулевого это третий хорошо начиная со второго это тоже третий ничего удивительного потому что 0 1 2 3 а вот начиная с каком с каком четвертого это уже не третий а шестой потому что вот если начиная с четвертого элемента 0 1 2 3 с четвертого то среди них наименьший это тот который стоит на шестом месте 4 5 6 вот этот наименьший барс предлагает сравнить катый элемент с катым зачем смотрите вы хотите проверить на первом на первом обороте цикла у нас и будет равно к вы хотите проверить что эль и т то бишь элькатая меньше чем эль эмны то бишь элькатая это бессмысленно помните вот это слово остальных помните правило лишних слов не бывает вот она мы можем проверить что элькатая меньше чем элькатая но я уверен что мы получим false в этом случае поэтому мы говорим для остальных элементов проверяем вот это равенство сравнить катый элемент самим собой не нужно я сильно подозреваю что эта функция работает окей давайте тогда замахнемся как говорится как говорили в классическом фильме на вильяма нашего шекспира а именно на простой алгоритм сортировки списка этот алгоритм будет простой неэффективный но мне кажется достаточно понятно давайте его сначала сформулируем сформулируем дев и сорт под эль сортировка будет это этот способ называется кажется обменная сортировка списка и о возрастании в чем смысл обмена сортировки обмена сортировка это пожалуй единственный из методов который не требует графической графического сопровождения для того чтобы объяснить почему она работает идея обмена сортировки следующий вот нас есть список давайте все-таки я его я его сначала покажу на пальцах потом расскажу русском на русском а потом переведу на питом вот у нас есть список список ну тот же эль вот великоват давайте поменьше возьмем список и или поменьше и список поменьше вот хватит нас пока вот у нас есть список найдем в нем наименьший элемент плохой список негодный найдем в нем наименьший элемент какой у нас наименьший элемент 23 и поменяем его с элементом который стоит в начальной позиции таким образом в начале нашего списка будет стоять наименьший элемент то есть поменяем ну давайте я сейчас пока не буду как это будем руками все это делать хорошо поменяем 23 71 23 в начале 71 на позиции и так в нашем списке на первой позиции на нулевой позиции стоит наименьший элемент что нам осталось сделать осталось проверить упорядочить вот эту часть то есть найдем наименьший элемент из тех которые стоят с позиции начиная с единицы и поставим его в позицию 1 какой здесь наименьший элемент 34 значит следующий этап мализынского балета мы берем 34 и меняем ее с тем же сам 71 34 и меняем местами 71 и так у нас нашем списке на первых двух позициях стоят наименьшие элементы теперь мы берем остаток списка и для него опять находим наименьший элемент опять меняем его местами с исходным правда выяснится что он там уже и стоит ну и когда элемент остается один из него наименьшее искать бессмысленно он и так наименьший внимание у нас упорядоченный список вот этот алгоритм как я уже говорил неэффективный если успеем мы попробуем сегодня разобрать еще эффективный алгоритм вот но очень простой давайте его запишем для всех элементов позиций кроме последний потому что когда мы рассматриваем последний элемент его уже точно ни с кем не надо менять он стоит на своем месте он там окажется наибольше вот нет барс вам не был несколько рассказано что вам объясняют обменную сортировку она не пузырек к сожалению обменная сортировка смысле пузырек как раз требует пояснений графических а тут видите все для всех позиций кроме последний что нужно сделать найти минимум среди элементов начиная с этой позиции ну на самом деле не минимум а номер наименьшего хотя нет пускай будет минимум сейчас мы переведем это на питон да нашли минимум поменять местами и вы знаете все давайте попробуем для начала проанализировать алгоритм видите стол для всех этот цикл найти минимум среди всех элементов начиная с этой позиции здесь бы был бы цикл если бы у нас не было уже готовы функции которые делают ровно это она мы говорим пожалуйста в списке и найди номер наименьшего элемента который лежит в к единственное что эта функция вычисляет не сам не значение этого элемента а его номер с другой стороны если приглядеться к этому алгоритму мы поймем что мы неправильно его написали да мы написали найти минимум а на самом деле нам конечно же нужно найти позицию этого минимума чтобы потом его поменять элементов текущей позиции вот видите помест поменять места минимальный элемент откуда мы его возьмем значит нам нужно найти не сам минимум а позицию минимума ну или индекс или по номер позиции я не буду сейчас переписывать все это в терминах позиции иначе мы просто запутаемся в этих позициях будет как камасутра поменять местами элемент минимальный позиции элементов минимальный позиции элемент текущей позиции короче нет но вы меня поняли это более-менее удобоваримая формулировка для процедуры сортировки еще раз мы каждый раз находим минимальный среди оставшихся и ставим его на то место среди которых мы искали а тот который там стоял ставим на то место где был этот вот вот и все да вот вот она процедура работы давайте переводить это на питон фор и и рейндж от лент от эль кроме последний помним правило никаких лишних слов да значит последнюю позицию мы не смотрим мы можем посмотреть но там ничего не будет мы помним что а тут мы вызовем нашу функцию мы равняется имен от эль и спасибо обратите внимание добрый добрый айдл нам help пишет по нашей функции которые добрый мы включили в докстринга этой функции хорошее приятное свойство спасибо айдл да значит элементы эль начиная с позиции ну тка а в нашем терминах это и с этой позиции так поменять местами ну все помнят да что в питоне есть множественное связывание которое позволяет поменять местами две переменные не используя ничего кроме этих двух переменных эль 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 напоминаю как это работает мы берем сначала вычисляем вот этот кортеж а мы теперь знаем что это последовательство названием кортеж он же константный список из двух элементов и раскладываем его вот в эти объекты да этот то что при этом эти объекты на самом деле апеллирует к тем же самым элементам списка из которых мы взяли эти значения никому уже к этому моменту не волнует вот этот объект будет равен тому что лежало в lm а этот будет равен тому что лежало в l item у меня есть подозрение что все обратите кстати внимание на то что функция и сорт ничего не возвращает в действительности если вы не пишете return в конце вашей функции она возвращает специальный объект под названием known такие функции которые ничего не возвращают но зато что то делают и например портят или там изменяют список называются процедурами но в питоне между ними разницы никакой тут бар спрашивает не состоит ли арсенал программиста только в цикле и ветвлении и нет ли каких-то других инструментов и огласить весь список заходите на сайт cpp-инфо кажется он называется cpp-референс заходите на сайт cpp-референс где довольно полное представление о том что собой представляет современный c++ плюс и плюс плюс 23 конкретно вот и пытаетесь все это читать вот вам арсенал но я ну короче вы меня поняли да и вы же поняли что я вас в грубой форме послал но я надеюсь вы не вобить потому что это было дружеское послание я подозреваю что это все что мы с вами написали процедуру сорцировки проверяем где у нас эль вот этот вот этот эль и сорт да он называется тадам все вот и вся ваш алгоритмистика вот весь ваш перевод с русского на питон что здесь важно было четко формализовать действия которые мы собираемся делать нам повезло с моей подачи что при формировании формализации алгоритма и сорт мы смогли воспользоваться функцией которые написали заранее как я уже говорил я размышлял не сделать ли наоборот можно было сначала написать весь алгоритм а потом выяснить для удобства этого вывести то функцию если вы не хотите делать так никто не мешает вам написать алгоритм в котором эта функция эта функция не функция а просто кусок вашего кода потому что функция это всего лишь именованные алгоритмы и не более того так давайте прямо прямо с копипастом все отсюда и посмотрим что получится вот мы для всех позиций да вот у нас так сделаем вот так вот сделаем по моему это делается вот так вот обратите внимание на то что сейчас с нами может сыграть злую шутку удобство питона под названием изолированное пространство имен здесь и и вот здесь и опаньки если мы сейчас оставим вот это и и вот это и после копипасты у нас будут проблемы поэтому нам придется привести переименование еще раз почему потому что здесь у нас переменные и означало позицию в какую в которую мы будем ставить наш минимум а здесь переменные и означало позицию по которым мы ищем этот минимум но тут слава богу все довольно легко на самом деле это к да внешний цикл у нас будет пока m равняется к вот этому самому к да а внутренний цикл от а до l m равняется i и я сильно подозреваю что вот это будет работать я сейчас отвечу на вопросы погодите проверяем только l у нас теперь надо перезаперебить и вызвать это новый и и сорт не работает что-то я неправильно сделал давайте смотреть ну конечно а вот это кто будет делать я просто забыл 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 докопипастись не докопипастил так это какое и на самом деле это к да на самом деле это к да напоминаю о том что когда мы сливаем два алгоритма нам придется переименовывать переменные делать универсальное пространство имен которое которое не пересекается да ну вот совсем другое дело вот это алгоритм сортировки обмена который я назвал к медленным а хекседитер спрашивает почему он некрасивый да он нормальный просто он медленный барс я не знаю таких ресурсов не интересовался меня спрашивают есть ли ресурс подобный питон тьютер и для сев плюс плюс не знаю почему он медленный я сейчас у нас не так много времени на то чтобы приводить все соображения но обратите внимание на то что мы скорее всего при в алгоритме обменной сортировки делаем много лишних сравнений реально много лишних когда мы вот где тут у нас была сортировка ручками короткого списка вот когда мы искали минимум да мы сравнили 71 с 23 с 23 да потом 23 с 45 потом 45 с 34 нашли здесь дальше мы сравнили 71 с 45 а 45 с 34 еще раз сравнили 45 и 34 и еще раз сравнили 45 и 71 понимаете эти сравнения мы уже делали но алгоритм наш устроен таким образом что нам пришлось сделать их еще раз вот это ни в коем случае не доказательство что существуют алгоритмы которые позволяют делать быстрее но они существуют и последние 20 минут мы постараемся разобраться в таком алгоритме я не гарантирую это потому что у меня к сожалению не готов заранее исходный код он только в голове но мы можем попробовать прежде чем прежде чем идти дальше давайте поговорим о такой сумасшедший штуки которая называется рекурсия она одновременно рекурсия одновременно штука очень очень простая и очень очень непонятная давайте сначала про простоту дев рфун от n if n больше больше 0 больше 0 return n полом ну скажем минус 1 else else return только здесь тогда n плюс n попало минус 1 return нет плохая 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 сейчас подумаем дать дать для простоты напишем проще и n больше 0 на минус 1 да и и и и и и не здесь все я решил себя сам себя убедить погодить да и не здесь а вот здесь вот вот здесь вот напишем абсолютно бессмысленную рекурсивную функцию но по крайней мере мы будем понять знать как как что такое рекурсия вот в практическом ее применении н н n больше ну скажем 3 return n пополам n маленькая else а return n да где-то так давайте даже вот так сделаем интересно вот а мы еще забыли вызвать мы забыли вызвать эту функцию вызвать ее забыли да print rf вот ну скажем 15 вот вот мы определили функцию вот мы зашли внутрь функции у нас n равно 15 она больше 3 ой нет она нет нифига не рекурсивная извините я туплю rf тороплюсь и туплю вот да вот мы вызвали функцию она значит n у нас 15 он больше 3 значит мы что должны выполнить вот эту операцию а в этой операции написано что снова вызов функции rf какие проблемы вызваем ее еще раз это небольшая проблема потому что у нас образуется новый контекст в этом контексте n уже равно 7 с половиной почему бы нет да в этом контексте мы можем снова проверить что он не меньше 3 снова вызвать rf почему бы нет опять же образуется еще один контекст видите их 3 одна функция вызвала другую вызвала третью вот тут у нас уже еще один и вот тут у нас уже n меньше 3 и мы говорим о сусе н меньше 3 возвращаем вот это шмяк return value так ну собственно вот 185 как видите в рекурсивной функции с точки зрения ее исполнения питоном нету никаких проблем от слова совсем да мы просто мы просто вызываем функцию из себя и все проблемы начинаются когда вы пытаетесь это вообразить давайте ради разминки я не уверен что мы сегодня дойдем очень жалко но я не уверен что мы сегодня дойдем до сортировки слиянием хотя это довольно простой алгоритм давайте ради разминки решим задачу binary search которую мы уже решали но решим ее рекурсивно напоминаю что бинарный поиск двоичный поиск числа в элемента в упорядоченном списке мы состоит в том что мы основываемся на операции индексирования мы знаем что наш двоичный поиск давайте сразу тогда сэкономим время слушайте сейчас дайте мне секунду подумать мы точно не успеем сортировку или мы точно не успеем двоичный поиск у нас что-то одно дайте я посмотрю сортировку приносим жертву сортировку извините напоминаю что это такое если список упорядоченный и если он у него есть операция индексирования то мы берем границы нашего списка и смотрим в середину если искомый элемент большее значение в середине значит нам нужно брать правую половину этого списка а если меньше то левую ну а если равен значит мы его нашли вот поэтому мы пишем что-то типа у нас есть какие-то две границы правая и левая назовем ее LER да значит если а берем берем середину списка если элемент посередине больше к ищем в левой половине иначе вправо иначе значит этого естественно недостаточно а именно мы должны до этого проверить что переданный нам элемент очень короткий да значит если длина длина L меньше 3 то есть 2 или 1 0 не будет такова специфика алгоритма то допустим нам запрещено пользоваться операцией in иначе мы и так все сделали возвращаем return что возвращаем нет ну то есть 2 или 1 да мы можем проверить среди этих двух элементов и так да непосредственно непосредственно вот и второе что мы здесь второе что мне не нравится в этом алгоритме это слово ищем а что возвращаем давайте мы как честные люди напишем здесь условный оператор да и возвращаем результат не до конца я формализовал наш алгоритм здесь мы написали по-русски а на самом деле конечно надо было написать что ищем в левой половине иначе ну глагол надо вернуть ищем в правой половине и половине l иначе иначе все это будет очень неформально да да вот вот тоже возвращаем результат во давайте переводить это на питон благо осталось всего пять минут ну чё ну чё и лен вот и меньше трех как и обещали l не может быть равным нулю если только мы сразу не не задали n пустому смысле не может быть пустым если мы только сразу мы не задали его пустой а этот этот случай мы исключаем да вот эту строчку можно записать в одну строку на питоне вот а именно return ну что там k in l обращаю ваше внимание на то что это просто упрощение понятное дело что мы не хотели использовать операцию in ну можно было там проверить что если l длиной 1 то вернуть l нулевой а если l длиной 2 то вернуть либо l нулевой либо l первая ну в общем некоторые определенность от этого повеяло ну давайте подумаем как это написать k равняется l нулевое нулевое or k равняется l первое только не первое минус первое вот извините мелкая хитрость я кстати не знаю может быть можно сделать дайте секундочку подумаем мне еще есть одна минута может быть здесь поставить 2 если l больше 2 то мы уж наверное поделим его на 1 и 1 окей давайте сделаем вот так вот поправим наш алгоритм return k равняется l обратите внимание на то что мы сделали меньше 2 значит что здесь написано мы одновременно проверили что k принадлежит что k это l нулевое и сразу же вернули результат этого сравнения нет пожалуйста чем не используйте слова не по назначению инкапсуляции это совсем другое вот и сразу вернули по назначению то есть мы две строчки на русском языке превратили в одну строчку на бетоне так бывает середина списка ну когда у нас середина списка значит середина списка это середина middle равняется len от l полом вот теперь проверяем if l m больше k ищем влево и возвращаем результат сейчас return bin search левой половины l от начала до k до l и в ней ищем что k иначе от m до конца левая половина правая половина нашего списка а как видите я даже здесь не проверяю что у нас не проверяю что у нас lm может быть равно k хотя мы могли бы проверить и эффективно остановить наш рекурсивный поиск раньше ну да бог бы с ним мне кажется так и не надо путать никого никто никуда не заворачивается хорошо вот тут чем спрашивают чем рекурсия отличается от цикла правильный ответ ничем просто когда вы определяете цикл у вас очень жестко рекурсивно нарисовано вот фу господи очень жестко нарисовано какие у цикла условия где у него тело в каком пространстве он ваш цикл работает когда вы определяете рекурсию то все вот эти сущности пространство имен условия выхода все на ваше усмотрение самое главное отличие рекурсия от цикла вот в этом вот в этом давайте еще раз смотрите сколько памяти она выжирает каждый рекурсивный вызов программы функции вашей требует создания целого контекста и всех переменных которые в нем используются если бы все вы тоже самое написали в цикле у вас бы была одна переменная с некоторыми с некоторыми важными исключениями для действительно рекурсивных алгоритмов и один контекст и одна переменная n а здесь наших переменных n ведь сколько столько сколько у вас рекурсивных вызов в этом отличие рекурсия от цикла в том что ее сложнее да 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 вот если если глядеть под капот то там вот вот где все это хранится в какой-то динамической памяти два главных отличия рекурсия от цикла в том что она жрет память для того для создания контекстов для создания пространств имен в количестве n штук и что ее запись вот это вход в ваш цикл понимаете то есть она запись рекурсии в явном виде не выглядит структурно когда вы пишете цикл то у вас сразу видно вот кусочек со смещением это цикл где здесь цикл здесь происходит вот такое как было тут сказано в чатике заворачивание поток выполнения внутрь вот сюда а потом еще одно заворачивание в остальном есть языки программирования где вообще нету циклов а есть только рекурсии кстати они правда теоретически ну что дайте проверим что оно работает а то нам пора уже заканчивать так вот у нас есть L а давайте мы его отсортируем своим собственным способом давайте проверим binsearch L ну допустим 4 binsearch is not defined binsearch 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 onda binsearch binsearch торопился я торопился я ну последний 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 рывок так господи прости ну пожалуйста ну а bin search ну наконец-то хоть что-то заработал 56 хоть что-то у нас безопасность true it works 6 в общем вы меня поняли 567 вот пара слов на прощание дать мы действительно успели сортировку с влиянием ну видимо и не могли когда можно использовать рекурсию главный вот хороший был вопрос про то явля как бы чем отличается рекурсия от от цикла главный критерий использования рекурсии когда у вас n данных и логарифм n глубина рекурсивной вложенности не больше то есть используйте курсию вместо цикла когда у вас n данных и n вызов функции самой себя нельзя по очень простой причине в питоне глубина рекурсия ограничена тысячи не предполагается что вы будете использовать рекурсию вместо цикла потому что смотри вот сюда потому что рекурсия ждет очень много памяти если вы написали если вы написали цикл не делайте так если вы открываете учебник по программированию и там написано рекурсия и сейчас мы вам напишем рекурсивно функцию факториал закройте этот учебник пожалуйста если только это не учебник по специальным языкам типа лиспа в которых есть хвостовая рекурсии факториал там можно реализовать действительно рекурсивно на всех таких на всех языках программирования которых нет хвостовой рекурсии специальной синтаксической конструкции факториал это не функция для того чтобы начинать написать рекурсивно вот давайте оценим сложность нашей бинарного серча каждый раз каждая l при каждом вызове бинсерча уменьшается в два раза это значит что несмотря на то что я здесь схалтурил и каждый раз делаю новый массив а изготовление нового массива это целая линейная операция даже несмотря на это наш бинсерч на больших данных должен работать довольно быстро потому что глубина вложенности рекурсивной этой функции это логарифм по основанию 2 от длины l каждый раз когда мы вкладываем бинсерч мы берем список в два раза меньше если у вас есть подозрения или прогнозы относительно того что при увеличении скажем так ваших данных ну словно говоря в два раза количество рекурсивных вызовов увеличивается не в количество раз а на сколько то это логарифмическая зависимость шикарно так можно использовать рекурсию если этот рост еще ниже отлично так тоже можно использовать рекурсию вот и это главный критерий помните что память жрется время жрется на создание удаления контекстов вот в большом курсе программирования у меня была лекция которая называлась замещение рекурсии стеком и там мы говорили как любой рекурсивный алгоритм можно превратить в обычный циклический с используем списка который хранит списка который хранит вот это все вот это все но с вами конечно мы этого обсуждать не будем потому что мы только запутаемся да и время у нас закончилось так а мы уже тут пошли пожелания спасибо за 1 буду на добрым слове конкретно этот курс у меня в общем экспериментальный я вот по телевизору рассказываю что-то для начинающих первый раз так что у меня пока что не надоело а вот ну и если нет других вопросов то видимо у нас пока что на программировании все я постараюсь если у меня хватит времени все-таки реализовать идею с переводом с русского на питон сортировки с влиянием она чуть-чуть сложнее но вполне себе разумная вот и у нас в следующие в следующую пятницу не будет лекции потому что это прямо выходные вот значит встречаемся мы через две недели домашнее задание как обычно будет ну там в ближайшее время я не буду слишком торопиться потому что нас есть две недели на это домашнее задание вот но и слишком тупить тоже не надо потому что вы понимаете что к концу этих двух недель наберется очень много дел все вам тоже спасибо и до встречи